Имя Александр Новин. День рождения. 27 сентября 1978 года. Место рождения. Камрад, Молдавская СССР. Знак зодиака весы. Восточный гороскоп лошадь. Карьера актер. Российский актер Александр Новин сейчас считается звездой сериалов. На счету выпускника Гитиса Евгика есть также ряд запоминающихся ролей в кино. На большие экраны актер пробивался играя эпизоды в театральных постановках, помимо этого он участвовал в реалити-шоу и развлекательных телевизионных проектах. Зрители запомнили парня, появившегося на Первом канале во втором и пятом сезонах передачи «Последний герой». Детство и юность. Реклама. Биография Александра Михайловича Новина началась в сентябре 1978 года. Мальчик родился в городке Камрад, расположенном на территории Молдавской ССР. Родители, в молодости получившие образование в технических вузах Советского Союза, не имели отношения к миру искусства. Несмотря на это, они не препятствовали сыну, с раннего возраста смотревшему детективы и участвовавшему в детских утренниках и спектаклях. Мальчик думал, что в будущем освоит такие профессии, как криминалист или музыкант. Круг интересов Саши расширился после того, как семья переехала в Украину. В общеобразовательной школе Донецка ребенок увлекся спортом и нашел новых друзей на занятиях по карате и кикбоксингу. В юности, участвуя в городских и региональных соревнованиях, он завоевывал награды. Получение звания мастера спорта помогло поверить в собственные силы и укрепило авторитет среди одноклассников. После распада СССР в середине 1990-х отец и мать приняли решение перебраться в Россию. Новым домом для подростка, готовившегося сдавать выпускные экзамены, стал развитый и современный город Сургут. Неожиданно для окружающих новин отодвинул тренировки на второе место и увлекся кулинарией. Он окончил специализированные курсы профессиональных поваров. После того, как уроженец Молдавии продемонстрировал новые грани таланта, родственники решили, что в ресторанном бизнесе он может добиться успеха. Однако вместо того, чтобы осваивать способы готовки изысканных первых и вторых блюд, а также десертов и гарниров, Александр задумал стать знаменитым актером и подал документы в престижный московский вуз. На вступительных экзаменах в ГИТИС вместо стихотворения Новин рассказал комиссии о том, как готовить пиццу. Амбициозный, самоуверенный и обаятельный молодой человек с первого взгляда понравился педагогам, поэтому его зачислили на курс мэтров режиссуры Бориса Голубовского и Бориса Морозова. Перенимать опыт выдающихся деятелей культуры студент актерского отделения почитал за великую честь, поэтому регулярно ходил на занятия. Он также посещал курсы продюсерства кино и телевидения во Всесоюзном государственном институте кинематографии. Дипломы о высшем образовании Саша вручили в 2001 году. Театр и фильмы. В начале профессиональной карьеры выпускник института служил в Сургутском музыкально-драматическом театре. Творческое портфолио быстро пополнилось ролями в спектаклях «Яма», «Декамерон» и «Ричард Аяей». Но работа на сцене не приносила ни денег, ни морального удовлетворения. И молодой человек снова отправился в главный город России, чтобы попытать счастье в кинематографе. Москва неласково приняла парня, грезившего мечтами о славе. Александр бегал по открытым прослушиваниям, но его никто никуда не брал. Инстинкт выживания заставил актера, сыгравшего эпизод в картине «Золото югры», работать то дворником, то грузчиком, то учителем физкультуры. Скитаясь по квартирам друзей и съемным помещениям, он болезненно воспринимал каждый провал. В 2002-м по совету бывших однокурсников, «Новин» пришел на кастинг экстремального реалити-шоу. Выдержав несколько этапов отбора, он стал участником проекта «Последний герой 2». Направляясь на съемки в Малайзию, разносторонне развитый парень с ростом 174 см и весом около 65 кг, всерьез рассчитывал побороться за победу и главный приз – 3 млн рублей, к сожалению. Товарищи из племени слонов спустя 17 дней избавились от Александра. Но он засветился на Первом канале и завоевал сердца людей. Режиссеры, работавшие в московских студиях, стали предлагать выпускнику Гитиса второстепенные роли. Список персонажей без имен и фамилий за несколько лет пополнили солдат, торговец оружием, уличный лоботряс и профессиональный боксер. Дебют «Новина» в главной роли состоялся в криминальном триллере Александра Кота «Охотники за бриллиантами». Премьера ленты, заслужившей высокие оценки критиков, состоялась в России в 2011 году. В дальнейшем в совместной фильмографии актера и режиссера появилась эксцентричная комедия «Клуши». Партнерами по съемочной площадке там были Елизавета Боярская, Александра Скачкова, Максим Виторган и Михаил Горевой. Настоящее признание к уроженцу Молдовы пришло после премьер «Боевика «Восьмерка» Алексея Учителя», мини-сериала «Я рядом» Владимира Инащука и драмы «Ноу коммент» Артема Темникова. Сторонними проектами в этот период были шоу «Последний герой 5. Большие гонки» и «Король ринга 2». Среди людей, по достоинству оценивших способности ученика Бориса Морозова и Бориса Глубовского, был знаменитый актер Евгений Миронов. Мэтр российского кинематографа помог менее опытному коллеге попасть на съемочную площадку кассовых картин «Кровь», «Норвек», «Время первых», а также сериалов «Апостол» и «Достоевский». По протекции Александр оказался в Московском театре наций и получил роли в спектаклях «Ромео» и «Джульетта» и «Женихи». Личная жизнь Александр Новин предпочитает не обнародовать информацию о личной жизни. Долгое время поклонницы разного возраста надеялись, что актер свободен от обязательств и брачных уз. В прессе говорили об отношениях с партнершами по театральной сцене и съемочной площадке Чулпан Хаматовой, Юлии Пересильд и Инги Боргой Дабкунайте. Самые смелые журналисты заявляли, что уроженец Молдовы является бойфрендом и парой Евгения Миронова, создавшего вокруг себя своеобразный мужской клан. По официальной версии, подтвержденной фотографиями в аккаунте Инстаграма, законной женой выпускника Гитиса является девушка по имени Эля. После свадьбы в середине 2010-х у пары родился здоровый сын. Александр Новин сейчас. Новин, как и большинство драматических актеров, с нетерпением ждал начала 2021 года, потому что пандемия коронавирусной инфекции сорвала прошлый творческий сезон. Сейчас актер, завершивший работу над первым сезоном фантастического телесериала Пробуждение, задействован в ряде постановок Театра нации. Его можно увидеть в трагикомедии Жанна, музыкальной пьесе «Фарс-мажорный концерт», триллере «Игра» и «Живом альманахе рассказы Шукшина».